Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что женщина по имени Татьяна пишет про то, что прошла с мужем много лет, а вот он ее все эти годы унижал, часто выпивал, подробности я думаю ни к чему. И сыну, которому сейчас 35 лет, часто упрекает ее в том, что сама виновата, что отец так себя вел. Бывший муж живет сейчас другой, у них более-менее все хорошо, с сыном я соглашаюсь, конечно я тоже не без греха говорю ему что как могла, так и воспитывала вас в всех обстоятельствах. Он меня не слышит, винит меня во всем, не хочет вообще со мной общаться, что можно еще ему сказать, к психологу он не пойдет, сразу сказал. Ну, в первую очередь, кого вас? То есть, вы говорите про сына своего, а кого вас? То есть, есть еще ребенок получается? Про второго ребенка, или может быть еще дети есть, вы не говорите. Это первое. То есть, кого вас? Это вот такой, наверное, первый момент, на который хочется обратить внимание. Кого вас? Да? Второе. Это то, что у мужа вашего почему-то была такая возможность, была возможность вас унижать. И вы почему-то это терпели тогда. По какой-то причине вы это терпели. Нужно понять, по какой причине. Потому что те паттерны поведенческие, по которым вы терпели отношения своего мужа к вам. И мирились с тем, что он себя так ведет с вами. Сейчас же вас как бы направляют уже в поведение с вашим сыном, к сожалению. То есть, вы сейчас также занимаете такую позицию, как бы следуемого за кем-то. Вот. И здесь ситуация может быть разная. Да? Ну, вообще. Может быть история про то, что вы, например, боитесь как-то одиночества, да? Одна остаться, почему бы не выходили от мужа. Или хотя бы не выстраивались с ним, ну, не пытались выстроить с ним отношения. Вот. Какие-то вот такие, ну, скажем так, более, ну, более для вас. Комфортные, да? То есть, как-то вот не защищали себя, не защищали вот свои границы и так далее. Вот. То есть, по какой-то вот причине вы этого не делали. Может быть, может быть, это страх остаться одной. Может быть, это что-то еще. Но, тем не менее. Вот. С этим нужно разбираться. Это первое. А, да. Второе. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что, ну, вот, сын не хочет с вами общаться, да? Это, в принципе, его выбор. То есть, к выбору вашего сына можно относиться, конечно, по-разному. В том смысле, что, ну, он, может быть, прав в том, что не хочет с вами общаться. Может быть, он не прав, но так или иначе, это его выбор. А вы точно хотите, чтобы он с вами общался. И вот тоже нужно здесь, на мой взгляд, разобраться с тем, из чего это желание проистекает. Потому что, например, у меня сложилось такое впечатление, что вы как-то вот жертвовали собой ради, ну, своих детей, например. Например, вот, жертвовали своей жизнью, а себе как-то вот, ну, не сказать, чтобы особо много чего оставил. Да? То есть, а вы-то где в этой ситуации? Вы что для себя на данный момент делаете? Вот вы говорите, что мы сейчас живем с другой женщиной, у них все хорошо. То есть, получается, что с другой женщиной мужчина так так себя не вел, а вел себя так он только с вами. По крайней мере, из вашего текста. А вы сказали, значит, какие-то ваши действия привели к тому, что мужчина начал так себя вести. Вот, возможно, какая-то часть, какая-то доля ответственности есть и на вас. Ну, мне кажется, мне кажется, что не это главное, а главное именно то, что, ну, вот, такое впечатление, да, что вы себя, себя, вот, вообще, ну, как бы, не видите, ну, вне сына своего. Вот, вы себя не видите вне, ну, вот, ну, вне других людей рядом с вами. И мне кажется, что в этом может быть определенная проблематика. Потому что, ну, вы таким образом, как бы, ну, демонстрируете, получается, да, по факту свою зависимость от людей. Вот, и, соответственно, это имеет по собой какие-то основания. Имеет по собой какие-то причины. Ну, вот. Ну, скажем, самооценка, страх одиночества, отсутствие собственных интересов, да. Может быть, не совсем, вот, корректно транслирование ваших ценностей, ну, вот, ну, которые у вас имеются, да, которые у вас могут быть. То есть, вот, с этими вещами нужно работать. То есть, не сына как-то, вот, направлять, да, на, ну, как к психологу. Как бы его, как я понял, да, его, ну, в принципе, в принципе все устраивает, исходя из того, что вы вот пишете, да, получается, что как-то вот сына вашего все устраивает и сыну вашему, в принципе, все нравится. Вот. А вам, вам нужно вот увидеть те паттерны поведения, которые, ну, вот, двигают и направляют вас, в том числе и сейчас тоже. Вот, потому что, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, ваш сын повторяет модель поведения своего отца, вот. И вот, как бы, на этом нужно обратить вам свое пристальное внимание, в первую очередь. Хочу заметить еще такой аспект, что ваш вопрос, да, что ему еще сказать, на мой взгляд, ну, не совсем, скажем так, корректно. Вот. Потому что, чтобы вы не сказали своему, своему сыну, это, на мой взгляд, мало что изменит, потому что у сына нет мотивации вас слушать. Ну, как бы, вот, попробуйте, ну, попробуйте себе ответить на такой вопрос, да, вот, зачем, зачем вашему сыну вас слушать? Вот. Вопрос, ну, для чего? То есть, вам для чего-то, ну, вам для чего-то нужно, чтобы он вас услышал, а ему зачем вас слушать? Вот. Поэтому, я думаю, что, в первую очередь, имело бы смысл, если бы вы, вот, постарались разобраться в себе, да, имело бы смысл, а, поисследовать то, чего вы хотите вы, в первую очередь, что вам нужно. На таком вот глобальном, а, личностном уровне, если можно так сказать. Вот. И, соответственно, соответственно, уже это, а, ну, как-то доносить. Следующий аспект, это аспект, эээ, то, что вы не без греха, как вот вы сами сказали, да, что вы не без греха. Вот. А, что это значит, что вы не без греха? Значит, что вы, ну, как бы, замещаете свои неидеалы. С одной стороны, это хорошо, что вы не замещаете и признаете свои неидеалы, с другой стороны, важно, как вы это делаете. Вот, если вы всегда, грубо говоря, корите, корите, вините за то, что вы, там, вот, какая-то неидеальная и так далее, то, естественно, ваш сын будет, как бы, вам эту историю транслировать, это нормально. Вот. Поэтому важно не просто, эээ, ну, как-то признавать, что вы, там, там, неидеално, а важно ещё и, эээ, ко всему прочему, эээ, принимать то, что вы неидеално и замечать, какие желания в этом стоят. Для чего? Эээ, чтобы своему, эээ, транслировать свои желания, потому что, как бы, вряд ли, эээ, часто, часто, вот, именно часто, эээ, ваш, эээ, сын, слышал от вас, эээ, то, чего вы думаете. Чего вы, эээ, хотите. Вот, именно вы, сам, чего хотите. Вот, мне кажется, очень, ээээ, нечасто ваш сын это слышал. И, если он это слышал нечасто, то, естественно, что, вот, эээ, было, было бы весьма неплохо, да? И, если бы он, эээ, ну, как сказать, если бы он об этом узнал, да, было бы неплохо, если бы вы, вот, эээ, его, в этом, ну, скажем так, эээ, посвятили. Да, было бы очень неплохо. Было бы здорово. Если бы вы его, эээ, если бы вы, вот, как-то, ну, постарались бы до него, вот, донести, ээээ, вот эту историю. Историю про себя, может быть, история про вашу, ээээ, повторюсь по требованиям. Вот, эээ, ну, как бы, то, что не хочется общаться с вами, это, понятно, у него обидно, у него обидно, у него обидно, что он обидно. Вот, речь не идёт о том, что хорошо там, что или плохо, речь идёт о том, что, ну, вот, на данный момент обидно. И это, ну, вот, ну, такова реальность. Поэтому вам эту реальность тоже нужно постараться бы принять. Вот, и больше, как бы, отраснув себя, потому что вошли на забросы. Вот, и вам, эээ, вам нужно как-то, вот, эээ, на мой взгляд, эээ, двигаться в сторону того, чтобы, ээээ, замещать свою жизнь, да, и своей, вот, собственной жизнью жить больше. А вы, эээ, как будто бы продолжаете, вот, эээ, ну, там, условно говоря, ээээ, цепляться, там, за своего сына, а сын, как бы, уже взрослый, да, и так далее. Вот, вот, эээ, и в этом смысле, наверное, хочется сказать, что, вот, как вы, например, ээээ, вероятно, привыкли, ээээ, проблему, как-то, вот, ну, игнорировать, да, как-то, вот, привыкли, ээээ, ну, от проблему, эээээ, как-то, вот, ну, дистанцироваться, да, может быть, так, вот, так, и ваш, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, ну, довольно-таки, довольно-таки важный аспект, вот, как, как мне кажется, вот, и, собственно, на это я бы и хотел обратить ваше внимание, в первую очередь, вот, ну, вот, а, такой, наверное, такой сейчас ответ я мог бы вам дать, вот, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, ну, психотерапии, вот, конечно, в первую очередь, ну, в какую-то очередь, это, вот, ваша собственная работа, чтобы сын, общаясь с вами, взаимодействуя с вами, получал, ну, несколько, несколько, вот, несколько другие, так скажем, послания, да, несколько, несколько другие мысли от вас, вот, нежели чем те, что он получает сейчас, да, потому что сейчас он получает, ну, вот, сейчас он получает ровно то, что вы, как бы, ему, ну, как, ну, транслируете, вот. Понимаете, да, какая история здесь, и, на мой взгляд, это, вот, вот, важно, ну, понять, что именно, что конкретно он от вас получает, какую конкретно, какие, какие конкретно мысли, да, он чувствует, ну, например, да, допустим, например, чувство вины, да, 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 вот, ну, к примеру, он слышит от вас чувство вины, слышит, что, ну, что вы виноваты, например, ну, вот, он, соответственно, вот там работает, о, по-устую, этого,wort масса, поэтому тут аспект такой, и, повторюсь, важно не то, что ему можно ещё сказать, а то, что вы сами хотите,ャ! Я решила. Поэтому я бы рекомендовал вам начать разбираться с собственной жизнью. В первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.